Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ. У микрофона Роман Шахов. Традиционно вечер четверга. Это программа Концертный зал. Посмотрите, хотя с другой стороны, возможно, сегодня меня вы и не заметите. Я сегодня чувствую себя человеком-невидимкой на фоне этих чудо-богатырей современной популярной музыки, которые украшают своим появлением нашу эфирную студию. Итак, ребята из команды M-Band. Это мы. Всем привет. Никита, Анатолий и Артем. Они пьют чай. Плюшками балуемся. Ребят, как настроение, скажите, у вас? Настроение отличное, приподнятое. И, скорее всего, это потому, что в этом месяце будет долгожданная пластинка. Дебютная, которую ждали мы два года. Ну, рассказывайте, хвастайтесь. Погода на нас нисколько не влияет. Мы в прекрасном настроении. Едем вот сейчас со съемки. Загружены до конца вечера. Загинули к вам. Очень рады, что находимся вот в такой красивой студии. Мы счастливы, что впервые мы приехали к вам. И мы очень сильно удивлены, потому что у вас очень крутая студия. На что это мы не были здесь, да? Да. Странно. Но мы надеемся, что вы будете нас приглашать. И мы будем приезжать к вам почаще. Нам прям нравится у вас. Спасибо, ребята. Что касается дебютной пластинки. Давайте раскрывать все карты, потому что, возможно, не все бандитки знают, что происходит. Рассказывай все. 22 ноября нашей группе будет два года. Два года вот мы будем праздновать день рождения в Москве, в БАД-арене. Будем давать большой сольный концерт. И там же мы презентуем наш первый альбом, который называется «Без фильтров». Собственно, там будут собраны все уже известные наши треки, а также несколько новинок от нас, которых пока никто не слышал. Вот. И я думаю, всем понравится. Да. Кстати, завтра уже будет открыт предзаказ на iTunes. Его можно будет предзаказать. Сами уже этого ждем. Смотрите. На концерте, насколько я понимаю, можно прийти, посмотреть ваше выступление, послушать песни известные и новые. Ну и пластинку купить. Конечно. А у вас ее подписать автограф. Можно, да? Да. Все. Друзья, билеты в заказе, так что все добро пожаловать на концерт и в Питере, насколько я понимаю. На следующий день, да, 23 ноября у нас будет концерт аналогичный московскому, будет в Питере. Большой концерт. Это уже такая сложилась небольшая традиция. В прошлом году мы также сделали концерт, и на следующий день у нас был концерт в Питере. Северная столица сейчас рукоплещет. Так, мы, между прочим, нас там смотрят, нас там слушают, и вы... Питер, привет! Да, можете передать приветы. У вас, кстати, фэн-клуб, он как, в Москве и в Питере два отделения или два раза в фэн-клуб? Как это? Ну, в каждом городе есть официальный фэн-клуб. То есть, в каждом городе, куда бы мы ни приезжали, нашему директору звонит представитель и говорит, мы обязаны с ребятами встретиться, у нас для них есть, там, подарок или какой-то флешмоб. И нам безумно приятно от этого, потому что, ну, мы не ожидали, честно говоря, такого резонанса. И до сих пор, вот уже прошло практически два года, и до сих пор никак не привыкнем к этому. Слушайте, ну, когда создается такая вот команда, мне кажется, это предполагает наличие фанатской армии. Ну, слушайте, мы этого не знали. Константин Меладзе не говорил. Нам кажется, что где-нибудь в России уже нужно создать анклав такой из бандитов. Такой страна бандитов. Об этом знал, да, только наш продюсер Константин Меладзе. Мы могли только догадываться. Ребят, ну, Константину привет. Он, безусловно, сейчас смотрит и слушает Страну ФМ, а почему нет? У нас на очереди первая песня от коллектива M-Band. Рассказывайте об этом произведении. «Все исправить» называется эта песня. Очень интересный клип. Это одна из последних наших работ. Ну, что тут рассказывать? Без лишних слов. Да, песня Константина Меладзе, музыка. И слова Константина Меладзе. Девушка из Колкова была приглашена для съемки. Девушка тоже Константина Меладзе. Потому как она сломалась в конце, можно было понять сразу, конечно, что она из Колкова. Но она такая. Нельзя в эфире это слово произносить. Вот то, что сейчас техника все взрывается, она такого же производства. Китай. Ну и, собственно говоря, клип получился очень веселый. Идея тоже нашего продюсера вместе с нашим режиссером Сергеем Солодким. Вообще, эта песня была заглавным саундтреком к фильму, в котором мы снимались. Фильм был снят про нас. Называется он «Так же все исправить». Очень веселая комедия. Вот под Новый год она выйдет в прокат. Наконец-то выйдет в прокат, да? Да. Ну, прокат в кинотеатрах уже прошел. Но, к сожалению, не во всех странах, где хотели нас увидеть. И вот скоро, под Новый год, она уже выйдет на DVD. Также она будет на телеканале одном из. И все смогут его лицезреть. Ребят, большое спасибо. Дорогие друзья, я знаю, что многие из бандита прислали сообщения ребятам из M-Band. Я зачитаю несколько ваших вопросов, так что не переживайте. Ну а сейчас мы переходим к произведению, которое называется «Все исправить». И M-Band здесь, в концертном зале «Страны ФМ». Все к лучшему. Прямо-прямо, стройными ногами, пересекла мой путь. Вот он, память, нет для Инстаграма, быстрая, словно ртуть. Я не теряю темпа и настроя, я люблю побеждать. Мне очень нравится быть с тобою, но мне не нравится долго ждать. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты другая, не такая, как все. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты как будто не земная совсем. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Я мог бы все исправить. Я мог бы все исправить. Но ты не даешь. Прямо-упрямо, стройными ногами, ты завела меня. Туда, тем небом, за облаками, я не могу без тебя и дня. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты другая, не такая, как все. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты как будто не земная совсем. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Я мог бы все исправить. Я мог бы все исправить. Но ты не даешь. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Воу, ты взрываешь мой мозг. Я вокруг тебя плюс, ну а ты на мороз. Сложная штучка, не такая, как все. Дикая кошка, не подкасту совсем. Я найду к тебе путь, дай только шанс. Я пойму, в чем же суть. Фиаско не будет, я тебя не оставлю. Дай только шанс, только я все исправить. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты другая, не такая, как все. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Я мог бы все исправить. Я мог бы все исправить. Но ты не будешь. Вот, конечно, друзья, сложно что-то исправить. Необходим какой-то электротехник. Потому что бита Анатолия Цоя сделала свое дело. Девушку жалко, как говорится. Можно ли все исправить? Ну, я думаю, можно. Скоро у ребят 22 и 23 концерты. Это презентация дебютной пластинки команды МБЭД. Сегодня ребята здесь, в эфире Страны ФМ. Вопросы приходят. Дарья Полева пишет. Ребята, что вы будете делать, если Никиту заберут в армию? Из Рязанского, наверное, военкомата пришел. Вот будет пир на весь мир. Будем навещать его, привозить ему макароны, сигареты. Да нет, ну как, пойдем всей большой бандой нашей, я имею в виду, всей группой МБЭД, а под этим я подразумеваю большой офис Вильмит Музик нашего продюсера, а также прихватим с собой, наверное, всех фанаток. А это батальона 4. Да, и будем под окнами военкомата кричать, Никите, свободу! Свободу! Молодцы, не бросили. Свободу Киоса. Наташа Михеева пишет. Если бы вам предложили создать музей МБЭД, какие личные вещи и профессиональные трофеи вы бы в него поместили? Хорошая идея. Из чего бы состояла экспозиция? Хорошая идея. Музей, мне кажется, нам далеко, потому что мы не сильно похожи на ископаемых. И группа молодая. Слушайте, ну какие-то вещи, артефакты. Ну тогда у нас на самом деле есть несколько вот таких артефактов. Я думаю, можно было бы сделать, да, что-то вроде музея Поле Чудес, только музея МБЭД и складировать все подарки, которые нам дарят, потому что их очень много. Там, в принципе, не было бы никаких обоев, мне кажется, потому что мы бы завесили все портретами, которые рисуют. Это самые частые, да? Да, это, и причем настолько крутые, мы, как люди, которые рисовать практически не умеют, удивляемся просто тому, насколько талантливые. Ну, слушай, у, по-моему, Толи даже стена расписана художником в квартире, да? А, следите, да. Ты сам выкладываешь, что не следил. Это соцсети. Я просто буквально недавно приобрел квартиру, довольно счастливый, спасибо, и не знал, что сделать особенного в квартире, чтобы было очень уютно и хотелось возвращаться домой. И придумал идею, чтобы каждую комнату переделать, скажем так, в какой-то запоминающийся город, в котором бы я хотел побывать или бывал уже, и который мне очень нравится. Вот, и, собственно говоря, я прихожую сделал в японском стиле, спальню, это Франция, Париж, и в зале сейчас уже рисуется у меня Сингапур. Это один из, вообще, чудо света такой, рай на земле, я считаю. Что-то есть, может быть, Алматы где-то там? Где-нибудь в сердце. В сердце, да. В сердце, Казахстан, да, он не покидает меня. Мне кажется, он в сердце вообще у группы МБН. Да, не только у меня, пацаны прям очень быстро полюбили Казахстан, потому что первый год мы буквально не гастролировали, а жили в Казахстане, мы просто безвыразно там выступали. Мы, кстати, скоро поедем в Алматы, поэтому Алматы... Алматы, жди, жди. Алматы, жди. И, друзья, мы уже дождались следующее произведение. История невыносимая сейчас будет украшать эфир Страны ФМ. Команда МБН сегодня у нас в гостях. И давайте мы посмотрим, послушаем. Кстати, может быть, несколько слов об этом произведении. Невыносимая, да. Хочется сказать о клипе, то, что это, наверное, была одна из самых таких лайтовых и простых съемок для нас, потому что она длилась, пока был световой день. И на этой съемке мы постоянно ждали, пока уйдет солнце, потом пока придет солнце. Что из этого вышло, давайте мы сейчас посмотрим, потом продолжим. Так всегда бывает, когда ты танцуешь, и на огне мотыльки летают, обшигая крылья, и я среди них. Разве ты не узнаешь, на тебя похожей нет ни одной. Руки оттолкнули, а в глаза сказали, следуй за мной. Просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так, в сердце выстрела, просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так, так убийственно. И так прекрасно, сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя. Взгляды словно в пули, сердце разрывали, а мне все равно. Руки оттолкнули, а в глаза сказали, следуй за мной. Руки оттолкнули, а в глаза сказали, следуй за мной. Просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так, в сердце выстрела, просто невыносимая. Просто невыносимо красивая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так, так убийственно. И так прекрасно. Ежедневно, по будням, в эфире радиостанции «Страна-ФМ». Только в программе «Территория машин». И больше нигде. Мы расскажем вам о говорящем форте и русском автопилоте. О конфликте полицейских и быстром «Лексусе». Это и многое другое. Каждый будний день. 8.30, 10.30, 17.30 и 19.30. «Страна-ФМ». Ваша «Территория машин». Мы умеем заводить. Студия 89,9. Концертный зал. Дамы и господа, сегодня в нашей студии по-прежнему сияют улыбки участников, солистов, композиторов и поэтов из группы «МБэн». Мы просто так не уйдем отсюда. Ребят, вы же пишете сами, да? Не только Константин Меладзе создает. Как началось вот это? Вы до этого что писали? Ну, я знаю, что Тёма, да? Первую песню я написал в 11 лет. Меня вдохновил мой тренер по брейк-дансу. В общем, я ходил, занимался брейк-дансом, и они сделали свою группу, начали петь и просто пели свои песни. Я понял, что в принципе, почему нет? То есть, почему не попробовать написать что-то самому? Понятно, что там текст был еще такой детский и наивный, я ее не записал, оставил так на полочке. Что-то было о неразделенной любви, о чем вообще? Об одиночестве это была песня, да. Об нем. Об нем самом, да. И потом, попозже, я уже начал, мы с друзьями организовали свои вечеринки в ночных клубах, и я там выступал в роли ведущего. Я попробовал записать свою песню и там же с ней и выступить. Получилось, людям вроде как понравилось, и все, я втянулся и начал заниматься этим. Так, что касается музыки, мелодии, кто пишет мелодии? Мы пишем и музыку, и слова полностью. Каждый из нас полноценно создает творчество в нашем первом дебютном альбоме. У каждого будет по песне, которую мы написали сами. Я, кстати, вообще очень философски отношусь к этому вопросу. Я считаю, что, в принципе, наверное, у каждого человека есть музыка в голове. Просто ее нужно постараться услышать, открыть свое сердце и так далее. Никита, расскажи, как у тебя произошло это впервые? Как ты в себе открыл этот дар? Так, вне контекста вопрос очень интересно звучит. Не знаю, даже, даже, честно, не припомню. Я пел всегда, писал музыку всегда. Всегда это было, это часть меня. И, собственно, делаю это по сей день. Недавно написал очень классный припев. Он родился, в принципе, уже с тетрадкой. Зацените. Да, да, да. Так, а Анатолий? Ну, я писал... В детстве я писал, не знаю, какую-то ерунду. Они все незакончены, там, какие-то обрывки строк. Первую осознанную песню я написал в 17 лет. До сих пор она есть. Я ее иногда пою под гитарку. Есть на нее даже аранжировка. Когда-то я ее у себя на родине пел. Но ты был там популярным человеком? Ну, относительно. Не могу сказать, что прям на 100%. Но меня знали люди, да, я гастролировал. Были концерты. Люди даже приходили. Ну, конечно. Что говорит Константин Меладзе? Парни, продолжайте, да? Он всячески приветствует это. Наоборот, его это даже как-то подпитывает. Костя вообще это... Он нам дает полную свободу. И говорит, ребята, творите главное, чтобы это было круто. А чему вы можете научить Константину Меладзе? Вот есть такое, может быть? Чему он у вас учит? Сложный вопрос. Но подумайте втроем. Костю... Не знаю. Костя настолько... Модный и настолько продвинутый человек, что что-то новое объяснить Косте просто невозможно. Потому что Костя знает практически все. Он все время следит за свежими новостями, за молодым сленгом, поэтому... Что же там говорить? Мы вообще считаем Костю гением, правда. И вот любая вечеринка... Ну, мы тоже слушаем современную музыку, хип-хоп. Вот любая вечеринка заканчивается Константином Меладзе. Вот его песнями. Ребят, как ты красиво сегодня. И вот слезы, балкон. Какая песня Константина Меладзе у вас, вот у каждого, самая любимая? Можете сказать, назвать? Ох! Как ты красиво сегодня. У меня две песни. Одна песня это «Вопреки», а вторая песня, кажутся, «Мине». Это «Мине». Это песня на украинском языке просто невероятно красивая. Мне больше всего нравится песня «Я не могу без тебя». Ребят, ну, я надеюсь, что у вас будет в следующем альбоме много красивых песен и написанных Константином Меладзе, и в ваших тоже песен будет много хороших, интересных. Пишет Наташа Михеева. Есть ли у вас официальный слоган для группы? Какая фраза, на ваш взгляд, отлично сыграла бы его роль? Есть ли какой-то девиз, может быть? Слоган? Не знаю. Ну, мы практически на каждом концерте кричим, пошумим и поскандалим. Да, вот как-то с первой песни у нас задалось, это и по сей день все нас ассоциируют с этим слоганом. Что мы везде шумим и скандалим. И скандалим, да. Ну, хорошо, талантливо шумите и скандалите, потому что участников, очевидцев ваших шумных посиделок и скандалов все больше и больше. Мы этим только рады. Итак, продолжается музыкальная часть программы «Концертный зал». М-бенд «История дай мне» без промедления в эфире «Страны ФМ». Когда ты подошла ко мне близко, я поменял полюса. Слабо, ты говорила так низко, уже твои небеса. Любовь между тобою и мною была как сладкая ложь. Вновь, вновь свои я ввери закрою, а ты меня не тревожь. Движение под одеялом с тобою меня достало. Переключаю рекламу, я поменял свои планы. Движение под одеялом с тобою меня достало. Переключаю рекламу, я поменял свои планы. Я не вижу выхода из этого круга. Слушай, что тебе я напоследок скажу. «Или ты мне завтра станешь просто подругой?» «Или дай мне то, о чем тебя я всю ночь прошу». Стоп, меняю полдень на полночь, меняю минус на плюс. И вот, я ухожу от тебя прочь, к тебе уже не вернусь. Опять всё так банально и скучно, чувства как шар надувного. Ломать характер твой мне не нужно, останься просто с собой. Движение под одеялом с тобою меня достало. Переключаю рекламу, я поменял свои планы. Движение под одеялом с тобою меня достало. Вот переключаю рекламу, я поменял свою Я не вижу выхода из этого круга Слушай, что тебе я напоследок скажу Или ты мне завтра станешь просто подругой Или дай мне то, о чём тебя я всю ночь прошу Я не вижу выхода из этого круга Слушай, что тебе я напоследок скажу Или ты мне завтра станешь просто подругой Или дай мне то, о чём тебя я всю ночь прошу Соль, лови, так пишут в книгах о любви Но эти строки не про нас с тобой Лови, увы, этот мир и так запутался в сети В инстаграм, хэштег, но я лети Лайк, 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 клик под фото Мелодия нашей любви, всё мимо, но, но И так, который раз начнём сначала Салют, увидимся под одеялом Я не вижу выхода из этого круга Слушай, что тебе я напоследок скажу Или ты мне завтра станешь просто подругой Убери и дай мне то, о чём тебя я всю ночь прошу Все разбитые зеркала собирала до утра Ну когда уже, когда склеится моя история Давно уже пора Вот ты поменяла я угол отражения И оттуда на меня смотрит совершенно новая Сверхновая она С ниточкой на запястье Всё это на счастье, мама говорила Я себя разбила и собрала Всё это на счастье, лишь бы оно было Чтобы потеряла, но обрела Выучила снова я самоотрицания Хватит тратить всю себя на чужие замечания Давно уже пора Ничего не говоря Надо сняться с якоря И пусть снится мне она Снится совершенно новая Такая же, как я С ниточкой на запястье Всё это на счастье, мама говорила Я себя разбила и собрала Всё это на счастье, лишь бы оно было Чтобы потеряла, но обрела Всё это на счастье, мама говорила Я себя разбила и собрала Всё это на счастье, лишь бы оно было Чтобы потеряла, но обрела Всё это на счастье Всё это на счастье Мама говорила Я себя разбила и собрала Всё это на счастье, лишь бы оно было Всё это на счастье, лишь бы оно было Чтобы потеряла, но обрела Всё это на счастье, мама говорила ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Саме-то верили, сначала вас объединил баскетбол, да, по какой-то там из версий, как это было? Расскажите вы. Это было еще на проекте, когда мы снимали, когда мы жили в лагере. Так, музыкальный лагерь какой-то был. Да, и, в общем, заниматься там было нечего, потому что отобрали все телефоны, все гаджеты, никакой связи, ни телевизоров даже толком не было, поэтому нам приходилось... В общем, самое счастливое время в нашей жизни было. Нам приходилось заниматься спортом. Ну, в общем, мы не сильно себя утруждали, буду честно. И частенько играли в баскетбол вместе. В общем, так, наверное, и начали общаться, дружить. Ну, так сложилось, да, что мы, еще не зная того, что мы будем в одной группе... До последнего дня вы не знали, как это вообще все, интрига была. Да, до последнего сохранялась интрига. Практически до последнего эфира, да. Ну, вот мы как-то, не знаю, нашли общий интерес и общий язык, и вот как-то пойдем играть в баскетбол, мы пошли. Ну, были еще некоторые ребята, но при этом, то есть, вот, костяк был, наверное, изначально... Кстати говоря, в баскетбол мы играем по сей день. Да. Между прочим, Дарья Орлова пишет, вы все время пробуете себя в чем-то новом, например, в разных экстремальных видах спорта. Дается ли каждому из вас все легко или, скорее, с трудом? Бывают ли моменты разочарования в себе? Ну, давайте со сноубордов, может, начнем, Олька. Да, ну, сноубординг, это пацаны меня подсадили. В общем, я первый раз встал на лыжи, когда мне было лет 16, и как только я встал на лыжи, я сказал себе, в следующем году я встану на сноуборд. И встал я на сноуборд буквально только в прошлом году, то есть прошло там 5 с лишним лет уже, и я очень долго хотел научиться кататься на сноуборде. Никитос, мой тренер, он меня за 3 дня просто поставил. Встит себе, говорит, 16 встал на лыжи, и через 5 лет, говорит, стал на борт. Ну, 9, по-моему, 9! Я же сказал, 5 с лишним лет. 5 с лишним лет, ну, не так. Ну, зато Чё бы покраснел, смотри. Короче, Никитос меня за 3 дня поставил на сноуборд, и сейчас мы с ним гоняем. А кто тебе, я не плавал, а я что, я тебя тоже учил. Летим в наступающем году в Сочи. Да, у тебя уже второй год будет. На розовый хутор, обкатывать трассы. Очень с нетерпением ждем этого. Ну, мы с Никитосом уже давно катаемся, и в этом году пацаны подарили мне на день рождения офигенный просто сноуборд, о котором я мечтал. И вот пришла зима, пора его расчехлять, пробовать. Ну, я думаю, в этом году будет прям веселый покатушник. Скажите, пожалуйста, будет ли камера установлена на сноуборде, чтобы потом кадры, вот как в предыдущих клипах, кадры из ваших телефонов входили в клипы здесь на сноуборде? Конечно, 100%. У меня есть камера, специальная губрошка, с которой можно кататься, она не промокает, и по-любому мы наснимаем очень много материала. Ребят, какие-то еще экстремальные виды спорта? Мы вообще, мы очень любим экстрим, и все время, когда что-то новое появляется, потому что, ну, реально каждый год какой-то новый вид спорта экстремального выходит, и мы прям сразу втягиваемся. Я вот безумно хочу научиться кататься на серфе, то есть это прям моя мечта, и я знаю, что это достаточно опасный вид спорта, во-первых, потому что можно потерять элементарно серф. Есть кайт-серфинг еще, да? Да, есть кайт-серфинг, в общем, много видов спорта. Мы вот с Толиком прыгали с банджи вместе в Сочи, прыгали с парашютами. Какие были мысли, когда вот вы прыгали? В общем, это самое страшное, что я вообще делал в своей жизни, правда, страшнее, чем прыгать с банджи. Ну, опишите просто вот... Это сложно, то есть, когда ты сидишь на кресле, тебя сажает специальное такое кресло, привязывают, там, настраиваешься, вроде как ничего страшного, но как только ты становишься на ноги, ноги начинают подкашиваться. Я реально стоял, у меня начали трястись ноги, я так, э, Тёма, успокойся, все нормально. Подхожу к бортику, а бортик там, ну, где-то вот такой, то есть он там полметра, ну, метр в ширину максимум. Полметра даже нет, полметра на полметра. Вот максимум, и, то есть, я такой иду и думаю, главное не смотреть вниз, и мне инструктор говорит, посмотри вниз, чтобы ты встал на самый край, я такой, ё-моё, там, 207 метров пропасть вниз, мозг отключается просто напрочь, и когда ты прыгаешь уже, это такие смешанные чувства и радости, и истерики, и, ну, всего-всего, в общем, это очень страшно. Могу сказать одно, я прыгал с парашютом, люди, с парашютом прыгать вообще не страшно, по сравнению с тем, что испытываешь, прыгая с банджи, этих чувств просто не передать, потому что ты прыгая понимаешь, что у тебя нет парашюта, нет второго шанса, и земля уже прям очень близко. Ой, и Никита, что хотел бы добавить? Ну, я считаю, что вот прыгать с банджи нужно примерно в 25, поэтому у меня всё впереди. Пока у Никиты есть ещё время, давайте посмотрим следующее музыкальное произведение, если у вас нет возможности посмотреть, слушайте, друзья, эфир Страны ФМ, песня «Она вернётся», песня, которую мы знаем и любим, и, собственно, визитная карточка коллектива М-Бэнд. 55 миллионов. 50. Вы, кстати, считаете, созваниваетесь каждый день, каждый миллион. А вы думаете, откуда эти миллионы берутся? Ну что, ты всё на сколько накликал, да? Я не поверю, что накликали вы, мы сами накликали, всё, давайте смотреть, «Она вернётся». Окей, я снова был не прав, а ты решила верно, наверное, и мне не стоит больше ждать никогда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы столько с ней видали, пошумим и поскандалим, но мы с одного металла, два ребра одной медали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, у нас сразу три «Властелина кольца» сегодня в эфирной студии страны FM ребята из команды M-Band, которые снимались в этом клипе. «Она вернётся, и вы знаете, говорят, что просто в нереальных условиях трудились, потому что всё, что мы видели в клипе, было нарисовано на компьютере, а ребята даже не знали о том, что будет происходить. Это был режиссёрский замысел такой, чтобы какие-то эмоции были естественные. Но самое интересное, что режиссёр с нашим продюсером придумали идею, не рассказав нам, мы начали съёмки. И потом нам просто тупо рассказывали, ребята, вы здесь лежите, над вами пролетает динозавр. Потом ты подкидываешь черепушку, ты отбиваешь, там черепушка улетает, попадает динозавр, динозавр вылазит из кустов и начинает за вами бежать. Пауки и всё прочее, ну, это, конечно, был сумасшедший дом, потому что мы вообще не понимали, как это будет. Причём это было уже где-то 4 часа утра, и голова уже вообще не соображала, потому что мы снимали с самого утра, где-то с 9 утра, и в 4 утра вот эти как раз самые сложные сцены с пауками, с динозаврами и так далее. И мы уже каждый раз, заходя в кадр, мы просто делали, что вообще, что это такое? Нет, просто в 4 утра эти динозавры, в принципе, приобрели такую осязательную форму, то есть мы уже их чувствовали прямо рядом с собой. Слушайте, не думаете ли вы, что это такой педагогический ход, чтобы вы созрели увидеть динозавров, скорее всего, да, к утру? Вообще, в принципе, у Кости такой подход к работе очень педагогический, и, в принципе, очень многие вещи ты начинаешь понимать только через время, конечно. Слушайте, ну вот, общаясь с вами, вы постоянно говорите «Костя», да? Не Константин? Ну, так Костя нас сам приучил. Это нормально, да? Это сближает, во-первых, да. Во-вторых, Костя никогда не ставит нам рамки, чтобы мы чувствовали себя как подопечные перед продюсером. Костя, в первую очередь, наверное, нам друг. Друг, папа, брат, я не знаю, можно придумать миллион названий, но в первую очередь, действительно, он нам близок не просто как продюсер. Я просто вот даже помню нашу первую встречу, наше первое собрание. Расскажи. Вместе с Костей. Да, мы сидели вот так. Когда уже вы стали группой, он вас вызвал. Когда уже мы стали группой, когда вот все случилось. Подписали контракт. Название уже было? Да, название было. Название было еще на проекте. Вот. И я задаю Косте вопрос. Костя, Константин. Конечно. А как к вам вот можно обращаться? Он такой, ну, вообще, все мои артисты меня называют Костя, но по прошествии времени можешь просто Костян. Тебе на тот момент уже 16 лет, да? Да, и мы вообще очень переживали, потому что не понимали, опять же, как будут строиться наши отношения, будут ли приковывать нас к батареи. Ну, слушайте, ну... А на самом деле все очень просто и очень логично по-человечески. И это вот прям жизнь. Настолько круто, что у нас появилась у каждого из нас вторая семья. Мы приходим в Вельвет, в наш продюсерский центр, как к себе домой. Все родные лица, все друг друга улыбаются, все друг друга рады видеть. У нас совместный труд, совместная работа. Просто вот мы не можем назвать Костю нашим начальником, он для нас лидер. А настоящий лидер, он создает такие условия для работы, что комфортно всем. Потому что от этого уже и результат лучше. Как ваши родные, папа и мама, отнеслись к тому, что появился М-бенд? Что сказали? Как вообще? Первая эмоция, первые впечатления? Первые три месяца каждый раз, когда моя мама видела меня по телеку, она мне звонила. Никита тебя по телеку показывает. Так каждому из нас. Конечно, положительно. А как иначе? Они отсматривают эфир, они лайкают клипы, насколько активно в группе участвуют. Это огромная удача и большое счастье, что все мы вместе работаем с Константином, потому что я просто не представляю, какими мы уйдем от него. Настоящими артистами, настоящими музыкантами. Это клево. Ну, тебе, по крайней мере, еще в детском голосе сказали, что ты большим артистом будешь. Кстати, Константин и сказал, потому что он был музыкальным продюсером. А не Олег Скрипка? Олег Скрипка был наставником, одним из наставников. Константин подбирал непосредственно материал, работал с музыкантами, потому что мы живем музыканты. Вот так. Там мы, кстати, и познакомились. Друзья, есть вопросы, которые продолжаю я задавать вам. Алена Бородолина пишет. Чем занимаетесь свободной от работы и светских мероприятий время? Отвечаем. Очень мало у нас свободного времени. Чего прям... Да, на самом деле у нас абсолютно такая же жизнь, как и у всех людей. Мы ходим в кино, гуляем с друзьями, занимаемся спортом. То есть абсолютно все точно так же, только этого свободного времени у нас намного меньше. Если верить в реинкарнацию, то кем себя видите в следующей жизни? Мне кажется, за все наши проступки мы будем кем-нибудь пеньками, да. Не знаю, я буду каким-то ленивцем, буду спать постоянно. Хорошо. Да, я себя тоже так успокаиваю, что у меня всегда бабушка, так говорила, потом, свете, выспишься. Потому что действительно сна не хватает вообще. Последний месяц мы вообще не спим, потому что мы усердно готовимся к 22 ноября. И удается поспать там в сутки по 3-4 часа, и это, конечно, очень тяжело. Ребят, лучше сейчас, чем в 59, поэтому все нормально. Ваше отношение к произведению Булгакова «Мастер и Мрагарита» – любимый персонаж. Так, тоже такой вопрос. Поехали. Мы частенько бываем на чистых прудах, что уж там скрывать. Чистые пруды. Я, честно говоря, не читал. Буду честным. Слово «честность» я сказал уже несколько раз, поэтому... Дорогие бандитки, подарите Никите книжку. «Мастер и Мрагарита» я читал в школе, да. Я не читал тоже. Обязательно прочитал. Три экземпляра, дорогие девчонки. Три экземпляра ребята хотят почитать. Зато по сей день я читаю Есенина. Правда, раньше я его читал за партой, потом дома, а сейчас я читаю его в туалете. Шаганэ ты моя шаганэ. Ты что, я наизусть раньше все стихи знал. Белая береза под моим... Распустила ветка. Снегом точно серебро. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. Дорогие друзья, в эфире «Творческий вечер» Анатолия Цоя. И за счет этого я просто обожаю Сергея Безрукова. Все обожают за Сашу Белого, а я за Есенина. Просто это невероятно красиво. У нас сейчас невероятно красивая следующая музыкальная композиция. Друзья, в гостях у страны FM в концертном зале сегодня группа M-Band, у которой в этом месяце два больших концерта и пластинка дебютная. Ура! Волосы красила, в плеере классика часто трусила. Бросила сложные, верила в новое каждое. Важное правило, если помоем, значит правило. Я глупая, глупая, я спеша. Я хочу в дом, 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 дом. Я хочу в дом, 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 дом. Там лето до осени и пыльное-пыльное мне автобусы. Чем заменила пыльное-пыльное лимузины. Заборы, забиры, полки мамин, глупые фотки Два одеяла и чая с печеньем не было мало И я хочу в дом, 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 дом Я хочу в дом, 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 дом Я хочу в дом, 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 дом Я хочу в дом, 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 дом Я глупая, глупая, я спешала Глупая, 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 я спешала Люди бьются, хочу вернуться Глупая, глупая, я спешала Глупая, 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 я спешала Глупая, 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 я спешала Я хочу трудно Помнишь, ты говорил однажды Что начинаешь каждый день, как бой Sorry, ты перекати поле Но каждый в мире волен быть собой А суета согреть не может Может только лишь любовь Я повторю, ты просто знай Даже если против тебя Весь свет для меня, ты номер один Даже если денег в карманах нет Для меня ты номер один Даже если кажется всем, что ты не влада собой самим Для меня ты самый лучший Я люблю тебя таким Будь собой самим Будь собой самим though Sorry Не знаю, в чем ты споришь И гонишься зачем Ведь я с тобой Жажда Ты говорила однажды Что начинаешь каждый день Как бой А суета согреть не может Может только лишь любовь Я повторю, ты просто знай Даже если против тебя Весь свет для меня Ты номер один Даже если денег в карманах Нет, для меня ты номер один Даже если против тебя Весь свет для меня Ты номер один Даже если денег в карманах Для меня ты номер один Даже если кажется всем, что ты не влада собой самим Для меня ты самый лучший Я люблю тебя таким Будь собой самим Будь собой самим Будь собой самим Студия 89,9. Концертный зал. Спасибо! Друзья, если вы только что присоединились, сегодня команда М-Бенд в гостях у страны ФМ. Ребята не только смотрят клипы, пьют чай, но и делают публикации в своих смартфонах. Возможно, кому-то сообщают о концерте, если кто-то еще не знает. Итак, 22 ноября Москва, 23 Питер. Что нам ждать? Гости будут, сюрпризы какие-то, может быть, хотя бы намекните. Главный сюрприз, конечно же, будет музыкальный, потому что мы... Хотя бы намекните, вот сегодня раскрывали. Мы перелопатили полностью всю программу, и я думаю, в первую очередь это будет такой большой праздник музыки, потому что мы очень серьезно подготовились к нему именно с музыкальной точки зрения. Это будет очень круто, очень драйвово. Ну и это будет на одном дыхании, однозначно. 100% живой звук. Ну что сказать, зрители, к счастью или к сожалению, смогут насладиться только нами. Гостей у нас не будет, гости будут в зале. Очень много гостей. Очень много наших звездных друзей, артистов. Ребят, есть информация, проверенная, непроверенная. Скажите сами, что на подходе еще один альбом, и он какой-то будет акустический или что-то такое. Да, ну-ка расскажите об этом. Знаете, все. Очень скоро у нас выйдет телеверсия акустического нашего концерта. В общем, это полностью живой звук, без подключения. Абсолютно другое звучание. Там будут перкуссии, гитары. И, в общем, это большой опыт для нас. После чего, я думаю, на iTunes выйдет альбом именно акустики. Если я правильно понимаю, в ноябре мы получаем первый альбом, а когда второй? Он прям следом за ним выстрелит, да. Потому что там совсем другое звучание. Amplug концерт. Но главное не путать, альбом не студийный, он именно концертная версия. Он прям, да, live. Есть у него, по-моему, такое название еще, да? Без электричества или что-то такое? Amplug, да. Раньше была программа на MTV, знаете, Amplug, где у Nirvana был концерт в 94-м году. Меня слышно, не слышно ли? Тебя слышно, если ты говоришь близко к мне? Да, извиняюсь, я просто уже чувствую себя просто как дома. Правильно. Друзья, чтобы вы чувствовали себя еще больше как дома, мы дарим вам сувениры от страны FM. Класс! Спасибо большое. Думаю, что вы, конечно, привыкли к подаркам. Все-таки у M-Band большая команда. Мы желаем вам успеха. Желаем успеха вашему альбому. Да, можете надевать бейсболочки. Желаем новых татуировок. У Анатолия сейчас приживается очередная. Кстати, вот как ты выбираешь сюжеты? А Боевая рана, да, новая татуха, ну, как-то я не знаю. Все складывается очень долго, потому что первую татуировку свою я выбирал 5 лет, следующую нарисовали там еще год. Ну, то есть это все как-то постепенно приходит в голову. Вот, каждую татуировку хочется заложить смысл. Поэтому медленно, но верно, вот, дошел до, наконец-то дошел до рукавчика, всю руку забил. Что касается Темы, спросим Тему, как у Темы в этом отношении. Ой, у меня уже очень много татуировок. Я буквально практически закончил ногу. Руки у меня уже забиты. Ну, то есть практически полностью здесь есть свободное место, но я его трогать не буду. Есть еще одно место, куда я хочу набить татуировку. Есть места, где я точно не буду бить это лицо и кисти рук, 100%. Ну, в общем, это такое. Это, я думаю, дело каждого личное. То есть кому-то нравится, кому-то нет. Мне это безумно. Ребят, нам очень нравятся ваши татуировки. Еще больше нравятся ваши песни. Так что продолжайте. Спасибо, что были удачи на концертах и всего самого хорошего. Спасибо большое, Страна ФМ. Все к лучшему. Ура. Итак, мы слушаем финальную песню. Историю названия «Посмотри на меня». «М-Бэнд». Все, счастливо. Даже если не ответишь, Лучше слов глаза мне говорят. Я отдал бы все на свете За один твой мимолетный взгляд. С твоим фото на футболке И с букетом полевых цветов У подножья твоих окон Я полжизни простоять готов. Просто посмотри на меня И послушай, что я скажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!